12 дней. Что ж, неплохой результат, но возможно ли сократить это время? Ну скажем, дней так на 11. Аэ, Кремонит, сегодня я хочу поговорить о спидране шахты Сардью Вали. Сразу после того, как я сделал видео по айсбергу Сардью, я задумался о том, как можно использовать мной некорректно понятый бридж-кроссер для ускорения прогресса в игре. Попасть в шахту на первый день это уже цыганские фокусы. Но мне было влом в спидране шахту без багов, потому что это, очевидно, займет много времени и тренировок. К счастью, один известный человек...и...сделал это, освободив меня от непосильного труда, за что ему огромное спасибо. Однако, сей спидран создал огромную проблему, которую я не мог терпеть. Рекорды должны быть побеждены. Для начала расставим рамки. Что нам нужно сделать? Добраться до 120 уровня в шахты в первый день. Итак, как можно этого достигнуть? Вариантов не так много. Без баговый, с багами при помощи лестницы и с багами используя кирку и бомбы. Для справки, рекорд 120 этажа без багов держит спидранер Чикорита. И вы не поверите, сколько дней им понадобилось, чтобы попасть на дно. Ровно 12. Ну, учитывая время на часах, это начало 13 дня, но не суть. Очевидно, что без гличей попасть на первый день в шахту невозможно, так что глич лес отменяется. И да, кстати, это видео, хоть аккуратно и спланированный расчет, оно попадает под категорию гличес. Хочу подметить, что баги не равно 4, ибо мы используем конкретные возможности, заложенные в самой игре. И они ограничены. Перейдем к следующему варианту. Лестница. Лестница – одноразовый предмет, который создает спуск на следующий уровень. Используя базовую математику, можно рассчитать количество лестниц, которые понадобятся для перемещения на 120 уровень. Но если честно, нафиг базовую математику. Все числа равны друг другу и не равны нулю. Мы мажоры, можем позволить себе 120 лестниц. А для них нам понадобится 11880 камня. Ну что, за работу? Хрен там, мы используем баги. Для этого нам потребуется контроллер. Либо друг, но таких багов я не знаю. Заходим в совместную игру, создаем ферму с одним дополнительным домом. Переходим в настройки, подключаем локальную игру. И идем пить чай со столом. Для того, чтобы тюб сработал, персонажу с контроллером нужно иметь более одной единицы предмета. Думаю, как добыть два камня вы знаете. Крутой чел подходит к столу, берет в руки камень и зажимает кнопку А на своем контроллере. Тем самым бесконечно ставя камень на стол и подбирая его. Все, что требуется от основного чела, подойти к столу, переключиться на инструмент и подбирать камень правой кнопкой мыши. Пока количество камня у игрока 2 остается неизменным, игрок 1 ломает законы материи и создает себе дупликаты камня. Осталось только повторить это 11800 раз. Ну разве не прекрасно? Окей, ладно, думаю для показа одной лестницы хватит. Давайте скрафтим лестницу. Так, а где лестница? Для создания лестницы требуется рецепт, который ты получаешь при повышении навыка горного дела до двух. Повысить его можно, как бы странно это ни звучало, добывая руду, угольные или драгоценные камни. В чем проблема повысить уровень в первый день, учитывая малое количество опыта? А вот в чем. Даже если ты повысишь горное дело до двух в первый день, это не добавит тебе рецепт, его ты получаешь только перед следующим днем. Это уже не укладывается в рамки челленджа, но можно ли сделать что-нибудь еще? Используя другой баг, item ID, ваш персонаж будет получать упоминаемый в имени предмет себе в инвентаре. Более подробно ты об этом можешь узнать в моих видео по спидрану курочек и айзбергу с ордью. Но тут меня встретила еще одна неприятность, которая вообще не могла прийти мне в голову. Лестница не имеет ID. Многие предметы не подвластны этому багу, включая лестницу и оружие. Но погодите, лестницу можно получить не с помощью крафта, а с помощью покупки. Торгаш в пустыне милосливо готов обменять лестницу на один нефрейт. А нефрейт, к счастью, можно дюбить. Наделав 120 нефрейта со своим теневым клоном, подходим к продавцу и внезапно получаем урон по морали, осознав, что для автобуса в пустыню нужно заработать деньги. Но даже если купить членство в Джодже и сам автобус при помощи дюба осколков, лестницу можно купить только в воскресенье, то есть уже на седьмой день. Но даже если бы лестница имела ID, мы бы все равно не смогли ее задюбить, потому что лестницу нельзя поставить на стол. За помощью я даже отправился на дискорд сервер спидранер в Старзью и задал вопрос, возможно ли получить лестницу на первый день. Мне ответил сам Секорита, сказав, что при лучшей ситуации лестницу можно получить только на второй день. На этой грустной ноте, я считаю, можно окончить попытки с лестницей. Последний вариант, продвижение при помощи кирки и бомб. К сожалению, эридевая кирка тоже не имеет ID, нам придется обойтись обычной. Что до бомб, будем дюбить мегабомбы. По моим подсчетам, гарантированно получить спуск на следующий этаж можно за 3 правильно использованных мегабомбы. То есть нам понадобится чуть меньше 360 бомб. Для уничтожения скопления камней используем мегабомбы, а для маленьких проходов кирку. Бомбы будут наносить примерно 20 урона игроку, поэтому тебе необходима еще и еда. Советую взять либо тыквенный суп, дающий 2 удачи и 2 защиты, либо острого угря, на 1 удачу и 1 скорость. Кофе, кстати, тоже хорошая идея. Я сам только недавно узнал, что бонус от кофе не стирает бонусы от еды. Так мы, экипировавшись как на случай апокалипсиса, идем в шахты. Ты должно быть заметил, что никакого меча я не взял по вышеупомянутой причине. Хотя меч галактики все же можно получить кое-каким хитрым способом. Но это все равно трата времени. Настоящие приключенцы танкуют весь урон своим лицом. Просто не попадайся врагам, лол, особенно слизням. Они могут наложить дебаф замедления. Так я продвигался по шахте, очень надеясь на отсутствие этажей с монстрами. Пока не понял страшную реальность. Мне не хватает времени. У меня получалось достигнуть где-то 30 уровня, но к этому времени уже наступало 2 часа ночи и я отрубался. Надо найти способы сократить затраты. Для начала, вместо дюпэ, килотон и третела, советую переключиться на радиоактивные слитки. Их тоже можно использовать в своих террористических целях. Они стоят на 1000 золота дороже, чем радужный осколок. То есть 3000. Но что я буду делать с деньгами? Все просто. Идем к дварфу. Используем одну единственную мегабомбу для открытия прохода. И говорим с ним для покупки мегабомбы. Тааак... А этого я не ожидал. Ладно, тоже исправимо. Вписываем в имя теперь еще и самоучителя языка дварфов. Смотрим к адсцену и просыпаемся в кровати с этим замечательным чтивом. Погодите, почему оно сразу не добавилось в бумажник как ключевой предмет? Мдааа... Скорее всего дело в том, что его обычно получают из предложений Гюнтера. По сути Гюнтер просто сундук. Поэтому создаем сундук из-за 50 палок, лаем туда самоучитель и достаем обратно. Ура! Наконец-то можно приступить к попытке. Покупаем у дварфа 360 мегабомб и спускаемся глубже. Увы, сэкономленного времени мне все равно не хватило для спуска вниз. Неужели мы не можем еще что-то сократить? Проблема с предметами решена и результат дальше не улучшится. Просчеты потраченного времени дальше никуда не шли. Все выглядело идеально. Я долго ломал голову над этой задачей. Смотрел разные ресурсы, где описаны баги игры. И похоже нашел, что нужно. Сейчас я покажу вам кое-что, что взорвало мое понятие о коде этой игры и как ее программировали. В первую очередь нужно перевести игру на китайский. А причина в лимите символов. На самом деле лимита символов при создании персонажа нет. Есть лишь лимит, который не позволяет тексту выйти за рамки текстового поля. Раньше в стартею и на русском языке не было специального шрифта. Поэтому можно было увеличить количество получаемых предметов. Но нет, мы делаем это не ради предметов. Называем персонажа требующимися предметами. А в названии фермы пишем этот текст. Фигурная скобка, CC Boiler Room, фигурная скобка. На других языках эта надпись не помещится. Поэтому нам и нужен китайский. Итак, самая безумная часть этого видео начинается. Катсену с дедом, пранкующим тебя, можно пропустить. Но обязательно не пропускаем катсену с Робин. Ибо как раз во время нее случается магия. Нужно, чтобы она упомянула и имя игрока, и имя фермы. После этого можно забить на свой древний дом. Выходим с фермы, идем дальше и используем вагонетку. Да, этот баг позволяет пропустить квест с центром сообщества и волшебникам. Также пропустить выполнение узелков для создания узелка бойлерной. И самое главное, нам не придется ждать целый день для того, чтобы эти сраные яблоки пощинили вагонетку. А теперь немного о том, как, а главное, как это работает. Перейдя в папку сохранения Stardew, можно переименовать файл, добавив ему расширение txt. Тогда его можно будет открыть, потому что это буквально текст. Посмотрев на все эти непонятные штуки, можно примерно понять синтаксис игры. Вот допустим, мой старый сейф имеет CC Boiler Room между стрингами, а новосозданный нет. CC Boiler Room буквально переводится как центр сообщества бойлерная комната. Я подвереваю, что древняя сущность, живущая в компьютере, когда читает эти фигурные скобки, записывает в память сохранения их навсегда. А игра читает каждую строчку для понимания происходящего. Используя вагонетку, можно забыть о потере времени на пересечении моста. Ну что, попробуем еще раз? Все, что я делал, было напрасно. Все эти мысленные эксперименты, все продумывание возможностей. Зря. Субтитры сделал DimaTorzok При помощи Depot Downloader можно понизить версию игры и вернуться к обновлению 1.2. На этом у меня была значимая причина, но некоторые вещи, которые я использовал ранее, тут не будут работать. Поэтому действуем по другому плану. Называем себя следующим порядком чисел, что даст нам мегабомбы, острову горя и кофе соответственно, а ферму бойлерной комнаты. Дожидаемся 12 часов и идем в салон к ничего не подозревающему Гассу. Как только он попытается произнести твое имя, законы мироздания сломаются, и изо рта вместо звука будут выпадать нужный предмет. А мозг бармена сломается, и он будет приветствовать тебя до конца времен. Ровываем Гасса на нужное количество бомб и едем в шахту. 12 часов в итоге получается больше, чем сокращение от перепродажи слитков. Как же тогда мы будем компенсировать? Никак. Доходим до самого нижнего возможного этажа поздней ночью и готовимся плакать в подушку, потому что именно это я делал все это время, пытаясь разгадать загадку. В 2 часа персонаж падает от бессилия и засыпает. Не позволю! Останови время! Нажав на кнопку журнала во время засыпания, можно отменить анимацию и варп домой, что позволит тебе оставаться в шахте сколько захочешь. Небольшая загвоздка в том, что ты должен нажимать на эту кнопку каждые 10 игровых минут. Но учитывая все то, через что я прошел, это достойная цена за спуск в бессну. К сожалению, этот баг не дает прямые руки, так что давай посмотрим, где я ошибся. Мне пришлось кликнуть по Гассу 240 раз, и у меня отсохла рука, чтобы получить нужное количество предметов. Но самое главное, удостоверьтесь, что в руках вы держите кирку, иначе при разговоре с ним на второй раз вы подарите ему бомбу. Катсцена в шахте, где я потерял пару секунд, привыкнув к тому, что кнопка пропуска катсцены справа. На 106 уровне мне попалась комната со слизнями, но мое оружие наносило так мало урона, что быстрее было вернуться на 90 уровень за обсидиановым лезвием. А в самом конце я просто уже не поверил, что достиг дна и пропустил где-то 3 секунды на таймер. Мое итоговое время 51 минута, 11 секунд и 22 миллисекунды. Избегая вышеописанной ошибки, вы можете превзойти это время. Если вы правда собираетесь это сделать, пожалуйста, пришлите мне вашу попытку на мой сервер в дискорде, ссылку на который вы можете найти в описании. Мне очень интересно на это посмотреть. Также вы можете обратиться ко мне там с вопросами, например, как пользоваться депот-даунноудером. Зун Вол Дилак. Зун Вол Дилак.